Разберем задание номер 16 из реального единого государственного экзамена по математике 2019 года. Условия других задач из этого варианта вы сможете посмотреть на сайте Александра Ларина. Высота BH треугольника ABC, опущенной из вершины B, вторично пересекает окружность, описанную около треугольника ABC в точке K. Покажем треугольник ABC и описанную около него окружность с центром в точке O. Проведем из точки B высоту BH, которая пересчет окружность в точке K. Также известно, что BN диаметр. Это значит из точки B нам необходимо через центр O провести диаметр BN. И вот теперь нам необходимо доказать, что отрезки AN и KC будут равны друг другу. Для решения задачи нам необходимо всего лишь сделать один шаг, а именно соединить точки NK. Соединяем. И необходимо заметить, что получившийся угол BKN, который является вписанным, так как он опирается на диаметр BN, равен 90 градусов. Вот это уже нам необходимо будет записать. То есть первая часть задачи. Угол BKN равен 90 градусов, так как BN диаметр. И вот теперь мы получили две прямые, которые перпендикулярны к третьей прямой. А именно прямая NK перпендикулярна к прямой BK. И прямая AC также перпендикулярна к прямой BK. Но если две прямые перпендикулярны к третьей, то они параллельны между собой. А это значит, что AC параллельно NK. Но параллельные дуги отсекают на окружности равные дуги. А это значит, что дуга AN равна дуге KC. Но если дуги равны, то истягивающие эти дуги хорды тоже равны. Откуда следует, что AN равно KC. А это нам как раз и нужно было доказать. Поэтому пишем, что и требовалось доказать. Переходим ко второй части. Задание B. Нам необходимо найти NK, если радиус окружности равен 20. И известны углы BAC равен 25 градусам. Сразу покажем. Угол BAC 25 градусов. И известен угол BAC равен 85 градусов. Начнем с того, что найдем угол CBH. Угол CBH. Вот этот угол в треугольнике BHC прямой. А значит, второй острый угол в прямоугольном треугольнике равен... Надо от 90 вычесть 85. То есть, сумма двух острых углов в прямоугольном треугольнике равна 90 градусов. Значит, чтобы найти угол CBH, надо от 90 градусов вычесть угол BCH. То есть, вычитаем от 90 до 85. Получаем 5 градусов. Мы перед этим доказали, что дуга AN равна дуге KC. А значит, и вписанные углы, которые опираются на равные дуги, будут равны друг другу. Таким образом, мы можем записать, что угол ABN, который равен половине градусной меры... Он вписанный, а значит, он равен половине градусной меры дуги, на которую он опирается. Значит, он равен одной второй дуги AN. Но дуга AN равна дуге KC. Значит, заменяем на одну вторую дуги KC. А одна вторая дуги KC равна вписанному углу, который на нее опирается. То есть, углу CBK. C. Или CBH, или CBK. Это одно и то же. CBK. И этот угол равен 5 градусам. Таким образом, мы нашли еще по одному углу. Давайте вот так покажем. То есть, вот эти два угла равны по 5 градусов. 5 градусов. И этот тоже 5 градусов. А далее найдем угол ABC. Так как два угла при вершине А в треугольнике ABC и при вершине С нам известны, то от 180 вычтем сумму вот этих двух углов и получим угол ABC. Таким образом, угол ABC равен, надо от 180 градусов, вычесть угол BC и вычесть угол ACB. получаем 180 градусов, минус 25 и минус 85. То есть, получается, вычитаем 110 градусов, получаем 70 градусов. От 70 вычитаем 2 по 5 и находим угол KBN. То есть, угол KBN равен, надо от угла ABC, вычесть угол ABN и вычесть угол CBK. У нас получается, угол ABC мы находили, он равен 70 градусам. Вычитаем угол ABN, это 2 по 5. Вычитаем 5 градусов и минус 5 градусов. То есть, в результате получаем 60 градусов. И теперь можно сразу найти угол BNK. Это прямоугольный треугольник. Сумма острых углов равна 90 градусов. Значит, угол BNK будет равен, надо от 90 градусов вычесть 60. То есть, получаем 30. Вот можно сразу сейчас уже это подписать. То есть, вот этот угол у нас получился равен... Я его сейчас покажу. То есть, вот этот уголок у нас получился равен 60 градусов. А вот этот, наперед сразу забегая, мы его сейчас покажем и потом запишем. А вот этот угол у нас получился равен 30 градусов. То есть в результате это все нужно записать, значит у нас получается тогда угол BNK равен, надо от 90 градусов вычесть угол KBN. Это будет 90 минус 60 равно 30 градусов. Переходим к катету BN. Мы знаем, что катет, который лежит напротив угла в 30 градусов равен половине гипотенузы, а это значит BK. Катет BK можно найти как половину гипотенузы BN, это будет 1,2 BN. Но BN это диаметр, то есть 1,2 диаметра, а 1,2 диаметра это радиус, а радиус нам известен, он равен 20. И теперь можно NK найти из треугольника BNK по тереме Пифагора. То есть NK будет равно корень квадратный под корнем из квадрата гипотенузы BN квадрат. Вычитаем BK в квадрате. Подставляем. У нас получается 40 в квадрате минус 20 в квадрате. Можно по формуле разности квадратов посчитать под коренное выражение. Тогда получается 40 минус 20 умножить на 40 плюс 20. Это будет 20 умножить на 60. 60 это 20 на 3. Будет 20 в квадрате, да еще на 3. 20 в квадрате корень извлекаем, будет 20. Да еще под корнем остается число 3. А это значит, что в ответ пишем ответ В ответ мы пишем, что NK равно 20 корней из 3. Задача решена. Кому решение задачи понятно, не забудьте поставить лайк и напишите несколько слов в комментариях к этому видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok